Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи с детства, И вся исполняя Сокровища благих, И жизни подателю Приди, селимся мы, И очистины от всяких скверных, И спаси Боже души наши. Господь и Бог наш, просим Тебя благословить эти занятия. Не позволяй нам уклоняться от истинного понимания Божественных Слов Твоих. Пребудь с нами, сохрани нас в любви и согласии в единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое послание к ферсово-никийцам святого апостола Павла, вторая глава, шестой стих. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Солкованием. Не сказал, мы терпели бесчестие или не пользовались честью, чтобы не показалось им это упреком. Но мы не искали почести, хотя этого действительно и требовала проповедь. Ибо если царских послов мы удостаиваем в большой чести, то гораздо более должны почитать посланников Божьих. Посему, как же мы будем делать что-либо ради славы, когда в качестве учителей мы не желали почестей ни от вас, ни от других. Вопросы? Давай. Давай. Идем дальше. У меня иногда почести не от желания происходит. Я с одной разговаривал с женщиной, а мы у нее одно время на квартире были. Когда второй космонавт облетел, он сколько там, 18 раз, Герман Степанович Титов. И прилетел в Барнаул, а он же Алтайский. Тут нас сказали, встреча будет, где-то в Мираншевый комбинат-клуб, прямо посередине тут. Сейчас его этому Золотухину там отдавали. Весь народ бежит, давят друг друга, и я побежала. И я, говорит, побежала, сама такая солидная, а потом остановилась дура. Куда бегу, сама не знаю. Повернулась, говорит, и пошла. Пошла домой. Вот, говорит, а мой муж видел, говорит, сон. Сон видел. Перед смертью Сталина в ночь у нас, что огромное дерево такое, и Господь говорит, я его повалю. А ты, говорит, оттуда с камеля залезла, и оно вот так дерево-то засыпилось за друге, там, за Берию, за Маленкова-то, до конца не упало. За Хрущева. Я, говорит, по дереву пошла, и гляжу, уже люди-то внизу. А муж мне говорит, Лена, какая же ты дура, куда ты лезешь? Я, говорит, посмотрела и правда. То есть я жалеть Сталина стала. А муж, я не знаю, ты помнишь же, в Искитине была. Вот и все. Ты на многие вопросы должен себе ответить, глупец, сам себе скажи. Я не искал мудрости, только глупцы призрают мудрость. Что не коснешься, не знаю. А где? У меня одна знакомая была, тоже у меня знакомых там много было. И она училась, закончила университет, там, диссертации, там, все защищала так. А теперь, где начнет говорить, я сразу, а ты еще себе счастье ищешь, там, а грамотная-то. Она говорит, когда вы за мужиками бегали, я училась. Какая моя вина в этом? То у вас больше ничего нет, но ухлест тут за чужими мужиками. А я знала, говорит, учиться, и поэтому мне надо завидовать. У меня грамоты никогда не будет такой, как у отца Геннадия Паста. Преподаватель в университете. Это не просто закончить университет, а показать себе дальше. Заканчивать семинарию московскую, академию московскую. Магистр богословия. Думаю, чего у него нету? Родной немецкий язык. У меня ничего этого нету. И вот, чтобы позавидовать ему, что вроде ему честь больше, у меня даже порошинки не было. Ёлка, как говорят, не хорошее дело, но ёлка, пример. Но есть свежки, которые горят как внизу, а есть как вверху. Но они одинаково радуют детей. Я слышал такое сравнение. Вот и все, честь ему воздают. Ну где-то честь. У меня умолк волевный гин и надписи на рельсах. Одна строчка про Сталина, когда умер. Все кончилось. Каждая рельса, один участок, который там скручивают. Пять или шесть раз написано. Завод имени Сталина. Эти буквы, вот где самая потоньше-то, в рельсе-то, и тут они с наплывом так. Нету, ни одной рельсы нету, все убрали. Пришло время менять. Сталин, Сталинград, Волгоград. Могилу, куда попало, из Мавзолея вытащили. А славы-то больше, чем он-то никто не имел. Слава везде была, слава. А Гитлер? Гитлер. Хайль Гитлер. Что означает? Означает, да здравствует Гитлер. И притом это народным приветствием. Это в армии все до одного. Тут честь имеют, там служил Советскому Союзу. А там только Гитлер. Клятву давали присягу, воинские части. Непосредственно одному человеку Гитлеру. Я такого даже не слышал нигде больше. Так его любили. Притом не сам он взял, а народ. Все понимали, за тысячи лет такой мудрый не родился. А оказалось безумный, как сатана. Он поднял руку на Ивлеев. И отсюда выход. Он должен быть убит был. Он должен был. Тысячелетний Рейх за 13 лет истощил себя. Он поставил задачу там истребления. Вот и все. А какую честь имел? А что эта честь-то? Что интересно, везде руку бросали. А он вот так почти редко, когда на собраниях, он вот так вот разрешалось. Высшим начальником так. Но низшие, я сейчас смотрю, никогда так не отдают честь. Он идет с Гиммлером вот так вот и тоже так руку скинул. А остальные вот. Я пишу стихотворение. Вот рука, как взлет аэроплана. Хай, кричат, открывшая хайло. Появилась, сгибала и навсегда. И нет, как будто никогда не было. Сдуло. Поэтому честь человеческая, даже если ее и воздают, она... Пшик! И вот так. Тебе воздают честь. А какая может быть честь? Тем более мы на низу. Что другие, от чего страдают, у нас нету. Переживают, у нас нету. Нету? От чего люди-то страдают? Там инфляция, пал, курс у нас еще нету. Корова остается коровой. Никакого нет кризиса. Корова ест, молоко перерабатывается. Курочка клеет зерно, тоже яйца. Это все и хитрость. Ну потому, скажи, чести не надо даже бояться, ее нету. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, седьмой стих. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Толкование. Или в чести, славе и довольстве, или мы могли брать от вас и питаться, и быть вам в тягость. Ибо достоинство наше этого требовало, чтобы брать от вас. Тихие, то есть кроткие, не обременительные. Или тихие среди вас, то есть не злобивые, нечестолюбивые. Ибо не злобивые, ничего такого не помышляют. Выражение среди вас имеет такой смысл. В обращении с вами я был такой же, как и вы, будто не получил высшего назначения. Здесь апостол показывает свою нежную любовь. Льстит ли кормилица ребенку? Ищет ли она денег от малюток? Так и учителю должно быть кротким и любить тех, которые оскорбляют его. Как и кормилица любит своих детей, хотя бы они и били ее. Кто такая кормилица? Батя-то или наемная? Наемная. Помещики, князья. Они ребенка, она прям сразу же почти отсаживала, чтобы сохранить. Статность, груди там, все, что ей нужно. А это за деньги нанимала, у которой свой ребенок-то. И она кормила его в первую очередь. Или ребенок там умер, нанимали. И она кормила, а может даже не одна была кормилица. Как нежно обращается к кормилице. Так это говорится тогда, а сегодня как? Вот они уехали двое, а сейчас можно ребенка сдать. На день, на ночь, неделю, месяц там пребывают. Ну как вот, отправляют документы на самолете. Там посадили ребенка, а тут ты его получишь. Так и это. Они вернулись, ребенка домой принесли, не нарадуется. Девчонка такая, да как с ней там нежно обращались. А она играет. Куклу взяла, а кукла-то не слушала. Она такая, молчи, мерзавка, это тебе не дома. Откуда она набралась? Она там была, в детсаде. А дома она куклу учит. Молчи, мерзавка. То есть кто-то ее где-то, фильм показывал, может такой. Те не дома, вот тебе и воспитатель. Значит, ну надо же поправку делать. Сегодня кормилица-то они поставили. Она кормилица-то еще сделала. Отрезала голову ребенку. И стоит перед метро и кричит, я голову отрезала, мусульманка. Никто внимания. Потом один только подошел, кто подойдет, я взорву. Тут что-то намоталось, сейчас взорву. С ней сколько бились, сбились, кое-как ее скрутили, повезли. Ребенок безголовый лежит. Нянька, наняли ее. Потом она давно уже, мусульманка, приехала в Москву и оттепала голову, отрезала ребенку. Ну видели в интернете? Кто видел? Молодый Игорь говорил. И там все это снято, как она стоит кричит, и как ее листовывают, и как привели наследственный эксперимент. Все. Вот тебе и нянька. А это говорится о хорошей няньке. А что это сказали? Это туда не входит. Через две тысячи лет многое изменилось. 1 Фессалантийцам 2.8 Так мы, несердя к вам, восхватили передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Толкование. 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 То есть привязанные к вам и заботящиеся о вас. Посему не только говорит апостол мы не брали ничего от вас. Но вас хотели, то есть сильно желаем истощить для вас даже души свои, если нужно будет. Посему подавать благовествование дело драгоценнейшее, но отдать душу гораздо труднее и есть дело необыкновенной любви. Таков его вывод. Чтобы не показалось, что он ведет речь обо всем этом, потому что трудился для них и поэтому должен пользоваться почетом от них, говорит, делаю это не по чему другому, как по любви, ибо я не ищу вознаграждения, но делаю все ради самого долга. Вот благовестие, и с благовестием самого себя отдал, душу отдал. У вас в жизни было кто-то, что-то так к вам относился? Что бы говорил, он буквально всего с тебя отдавал и весь за тебя был. Один человек только, Игнать Тихонович Лапкин. И Надежда Васильевич. Я хочу сказать, что у меня такой человек появился. Появился. Вот представьте себе, Игорь, я тебе скажу, 14 лет лежать вот так вот, руки скрюченные и ничего не делать. На машину не сядешь, сепарировать не будешь, ничего нет. Чем ты занимался в это время? 14 лет. Вообще полностью недвижимый. А голова работает. Вот я бы, допустим, я бы сгнил, думаю, и все, больше ничего с меня не было. Зловой ни одно было. А этот все делает. И на днях у меня опять неприятность в интернете вышла. На форум заходят роботы. И там у меня поставлен такой барьер, надо перелазить человек. Ну, допустим, я записал так. Сорю небесный утешитель и дух. И дальше не говорю. Робот должен, это кто заходит, должен продолжить молитву. А он ее не знает где-то, в аптису другие спрашивают, а что там дальше-то? Он написал, его тогда пропустили. Он регистрируется и участвует. Но как робот может знать молитву-то? Или завяжен уже на это? Они ко мне один пролез, второй. Назад рассмотрю четыре. Послезавтра восемь. Неделя не прошла, в один день 50 штук лезут. И всякую пакость гонят. Сыворотку для сисек, там что угодно. И что сделать? Я своим обращаюсь к друзьям, ближним, кто работает программистами. Никто не мог усторонить. Это что-то такое редкое. Я опять, Сергей, пожалуйста, помоги. Он попробовал, нам утром встают, то же самое есть. Он говорит, ничего, дальше будем работать. И уже в два дня почти ничего ни одного не залезло. И он всякие ролики, как фильмы составляет, с фотографиями перемешивает, музыку надписями. Я ничего не знаю. Но 14 лет назад-то еще так все было. Не было так раз вот это. Мы только с ним познакомились. А познакомились как? Он и на голове, ну вот оно как платок. Я говорю, что ты мужик о бабьем платке? Он говорит, я парализованный. Это у него есть. Я так ахнул, попятился. Я не ожидал этого. И дальше мы познакомились. Он познакомился с нашим сайтом. Сайт. Еще форума-то не было. И он говорит, сайт ваш надо улучшить. Как улучшить? А параллельный создать и сделать вот так лучше. Да где? И вдруг он сообщает, я нанял компьютерщиков из Играиля и из Белоруссии. Я говорю, ты тоже будет работать. А я уже заплатил. Я говорю, сколько? 300 тысяч. 300 тысяч. Я сижу и... Если бы я умер, сказали бы от переживания умер. 300 тысяч. Ты думайся в эту цифру. И я ему никто. А почему? Мы его считаем как все наши общины. Любовь. И он к нам изнесляется в любви, а вы к нему. Вот что означает. Я говорю. Вот я бы был парализован. Сейчас лежал как голубями сходить. Собаку не дать. Молоко не сфорировать. Все дальше. Собаку не сфоровать не будешь. С ребятишками прыгать не будешь. На велосипед не сядешь. Вот лежу вот так вот скрюченные руки. Он вот как плечевой сустав. И он компьютер этот. Двигает мышку и рисует иконы. И по иконам. Я не знаю, чуть ли не первое место среди таких хронизованных занял. У него иконы покупают и платят деньги большие. У него вся стена в иконах. Батюшка наш был, Виктор Андреевич уже два раза был. Даже может и три раза. Мы у него были заезжали. Так мать-то у него Татьяна. Это же герой. Представьте, ни на шаг никуда она от него. Он молитесь о ней. Она совсем не верующая. Он открытый такой. Татьяна. И мы, я говорю, так Сергей, с сегодняшнего дня мы его записываем в наш реестр. У меня отдельно пьяницы. Если я молюсь там за брата твоего сына туда записал. А если молиться о родителях, я своих перечисляю, близких, родню. У этого Елена мать, у Романа Мария, а та Татьяна. И теперь мы утром, каждое утром. Это у меня отдельно для матерей. То есть у меня отдельно кто путешествующих. Отдельно. Разные там. Отдельно за наш сайт молимся. Кто участвует. Сынов твой там. Все, кто работает. Благословен Господь. 1 Фессалоникийцам 2 глава 9 стих. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Толкование. Не сказал, помните, благодеяния наши, но труд, и не просто, а изнурение. То есть труд с большим старанием. И не только днем, но и ночью. Вот каково усердие и какова забота, чтобы не соблазнить кого. Словами, чтобы не отяготить никого из вас, показывать, что фессалоникийцы находились в бедности. 1 Фессалоникийцам 2 глава 10 стих. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Толкование. Бог достоверный свидетель. Но так как людям неизвестно, свидетельствует ли об этом Бог, призывает вас свидетелей и тех, кому обращено слово. Все это должно исполняя, ибо это значит свято, вместо выражения со страхом Божиим. И праведно, то есть ни у кого не вымогая денег. И безукоризненно, не оскорбляя и не давая повода к соблазну. Тогда как у неверных апостол назывался безбожным и обманщиком, пустословом и совершенно безрассудным. Вопросы есть? Нет, все понятно. Первая Фессалоникийцам, вторая глава, одиннадцатый стих. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Толкование. Опять называет их свидетелями знак, что он говорит без всякой надменности. Двенадцатый стих. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Толкование. Удивительно, как он никого не оставил без утешения, но каждому высказал то, что нужно. Просили же о том, чтобы мужественно переносили все. Следовательно, я, говорит, не искал славы. Выше апостол уподобил себя кормилицу. Теперь уподобляет отцу, показывая свою любовь, власть и свою простоту. Ибо какой отец держит себя гордо пред детьми. Далее. Умолять. В славянском тексте свидетельствовать. Это уже знак очень строгого наставления. Следовательно, я, говорит, не льстил. После того, как сказал, как отец, прибавил и слово, умоляли свидетельствующие. Ибо не строго говорит, но как отцы, свидетельствующие, поступать достойно Бога. Смотри, как он, повествуя о прежде случившемся, учит и убеждает. Ибо если Бог призывает нас в царство, то должно переносить все. Вот он сказал, умоляю и свидетельствую. Свидетельствовать и умолять, это совсем разные слова. Но он находит сходство. И ты должен теперь понятным руссконазыком растолковать. Мы часто употребляем слово Ян Златоус. А Ян Златоуса был очень-очень грамотный. Он учился у ног Ливания, как этот у ног Гамалеила Савл, так у того, у Ливания. Это известный был профессор, учитель. И он выходил на кафедру, перед ним лежало четыре Библии. Свидки тогда были. Это Септуагинта, с которого славянский язык. Сима, Фадия, Феодатион и Акила. Три перевозчика. Их все разные. И все раз в разных местах переводили. И значение разное-то. И он ни одного не отрицал. Вот широта мысли какая. Это совместимое. Один скажет, от солнечной энергии машина идет. А другой скажет, а у меня газовый, третий бензиновый. И ты должен разобраться, и какой легче им все. Вот этому доказывать не надо. Он знает газовый лучше всех, так? И он доказывает. Потому что на этом ездит. А здесь перевозчик. Вот допустим так. И богатые имеют нужду. Бывает, обнищевают. Ну и что? А другой переводит. И львы рыкают о добыче. А при чем тут львы? В царстве зверей леп. И то иногда бывает, пищи нет. Это нам кажется, что он всегда быка задерет. Еще быка на рога такие поднимет. Он показывает, только лепа так летает. И мертвы забудают его. И он каждому дает толкование. А растолкуй вот это. Это два перевода. Он говорит в грешеском языке так. В царковном славянском так. Один умоляю, другой свидетельствую. Говори проповедь на то и на другое слово. Ну-ка, распрути. Что там есть? Ну-ка, Никита Андреевич. Давай. Слово умоляю. Давай. Слово умоляю. Это, по всей видимости, подход, интонация, прошение, желание, чтобы его услышали в виде просьбы. Не жесткое свидетельство, тирания духовная. А вот именно, потому что через интонацию нашу человек лучше слышит, если ты кротко, со стремлением говоришь так, чтобы он услышал, сердце его скрылось. Ну, а свидетельство? Ну, свидетельство. Ну, ты одно объяснил, ты для другого, оставь место маленько. А значит, ты его захватил уже и другое слово. И сразу отступился, бросил. Нет, свидетельство, это тоже проповедь. В каком формате это все свидетельствует. Но это тоже свидетельство. Это ты благовествуешь, рассказываешь, доносишь людям. А еще какой смысл можно? Понимаешь, вот эта вот широта мышления, а то, что ты знаешь, знаешь, тебе открыты разные стороны жизни, разные жизненные ситуации, бывают критические, и ты понимаешь, вот это слово и вот самое подходящее. Свидетельствовать, там свидетельствовать, то есть свидетельствовать, это как бы от лица... От лица присутствующего, видел, как бы это, вот я так понимаю. Я свидетель, я свидетель. Я свидетель, то есть, я свидетель, то есть, это настолько убедительно, умолять, это, ну, можно, я тебя умоляю, ну, сделай, ну, я тебя прошу, ну, услышь меня, а тут свидетельствовать, то есть, тут даже, она говорит, это, я сначала не понял, как бы, это уже знак очень строгого наставления, то есть... Строгого? Вот это надо заложить, что это, что Пилат говорит-то, а вы проскочили, или, если даже толкуете, то в сторону. Первое, сейчас ты объяснил, вполне прилично. А второе? Да, то есть, я свидетель, то есть, моим глазам, как говорится, свидетелей не надо, то есть, я там был, смысл, то есть, я видел сам, поэтому он имеет полное право строго уже, как бы, говорить, ну, что ж ты мне не веришь, там, почему ты меня не слышишь, если я вот там находился, и... То есть, говорил то, что видел, правда? Да, да, да. То есть, был свидетелем каких-то событий, и теперь их возвещает. Ну, внутренне он... Он не просто получает, там написано, умоляет, а этот просто настаивает, маленько шире-то возьмите, он говорит, ты, если ты пойдешь туда, там написано, не ходи, не ходи, тебя ждет беда, притча такая есть. А он говорит, я умоляю тебе, не ходи туда. А этот говорит, у меня вот свидетель есть, он едва выбрался оттуда, пошел туда, ему пять лет намотали, отсидел. Я свидетельствую сам, у меня вот живой человек, и говорит, вот Рашид. Понятно, что это другой язык, но... То же самое, что умоляю, но более строго, смотри, тебя ждет там большая беда, тут тоже хорохорился, я да я. Размажет по стенке, ложкой не соскребешь. То есть, свидетельство со страхом Божьим. Нельзя так узко смотреть. Апостол Павел говорит, когда я был без закона, он никогда не был без закона. Он имеет в виду человеческую природу вообще. Он говорит, я от рождения, фарисея от фарисея, по правде законы непорочный. Он о себе говорит. За ним не числилось ничего. Но тем я не оправдываю себя. У меня было однажды, я уже повторял это, я говорю, следующая тема будет такая. Заголовок темы, беседы, потеряете. Заголовок, пишите какой. Почему я такой вредный? Смотрите на него, глядите, какое выражение. А что ты смеешься, расскажи. Я уж не помню, вы напомнили мне. Он вышел и говорит, а я как все про вас могу узнать? Я говорю, а почему ты про меня должен? Так почему я такой вредный? Ты напиши, почему ты такой вредный? Почему я? Он понял, что я говорю о себе. И стоит это. Как я тебе все узнаю? Это теперь надо что-то узнать про меня. Нет, ты напиши. Напиши, что вредный. Как это отразилось на семье, на коровах, на курицах и на прочем. Все тебя окружает, на доме, на твоем. Почему я вредный? Самое простенькое, не уступаешь. Конфликт на конфликте у человека возникает. Я не о тебе говорю, не обижайся, ты хороший. Настоящий дорогой депаратор. Сливки всегда выберет оттуда. Это тоже духовно можно понимать. Изничтожено, еще полезно. Молоко берет разной жирности. А сливочки там, мило дело. Это надо тоже знать. Ну, а ты объясняй дальше. Пошли. 1 Фессалоникийцам 2.13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Толкование. Здесь апостол хвалит и фессалоникийцев. Нельзя сказать, говорит он, что мы одни поступаем во всем безукоризненно, а вы показали нечто несообразное с тем, чему я вас наставлял. Ибо вы слушали нас не с таким расположением, с каким слушают людей, но внимали нам так, как будто наставлял вас сам Бог. Слышанным Словом Божьим апостол называет проповедь, в которую веруют через посредство слышания. «Как веровать в Того, о Ком не слышали?» Римлянам 10.14. «Откуда видно, что вы приняли проповедь мою, как Слово Божие, из действий, говорит ваше?» «То есть она обнаруживается в делах. Если бы вы не так приняли ее, то не перенесли бы так мужественно стольких испытаний. Ибо как сам апостол перенесенными опасностями доказывает, что он не льстец и не обманщик, так и их мера открывается из того, что они перенесли бедствие». И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова. «Откуда видно, что вы приняли проповедь мою, как Слово Божие?» «Каждая проповедь, как пастыря и как мирянина, должна быть по Слову Божию, точно и во всем соответствовать написанному в Библии». Сегодняшние проповеди в храмах, если их подвергнуть тщательной ревизии согласно Слову Божию, не выдерживают никакой критики. Они говорятся от своего ума, от чрева. Если подвергнуть анализу по Слову Божию речи патриарха, священника, в статьи в эпохиальных газетах и журналах, то приходится констатировать, что вышеуказанные авторы Библию и не знают, и не любят, и в ней совершенно не нуждаются. Поэтому пастыри сегодня устремились к эзотерическому, внешнему, старомодному, к возобновлению прежней России. Снова многотысячные шествия на Иордане, концерты в филармониях, певческих церковных коллективах. Совсем непонятно, какое отношение это имеет к Богу, к Слову Божию. Почему эти лукавые делатели одели священные ризы, а выполняют работу артистов и шоуменов? Сегодня действия пастыри нужно рассматривать от обратного, в противовес тому, что говорит блаженный феофилакт. Откуда видно, что вы не приняли проповедь мою, как Слово Божие? Из действий, говорит, ваших, то есть она обнаруживается в делах. Духовный уровень, так называемой, в кавычках, полноты церковной, тех, кто ходит на исповедь, тех, кто ни дня не был в числе оглашенных, тех, кому лишь мокрой ладонью провели по голове, считая это закрещение. Их духовный уровень абсолютно не отличается ничем от мирских культурных людей. Центральная глава Библии, третья глава Евангелия от Иоанна, сердце священного писания, православной церкви, совершенно неизвестно и бездействует. Отсюда наступила духовная, демографическая катастрофа. Духовная смертность чудовищно превышает духовное рождение. Выход здесь только один. В покаянии всех пастырей перед Богом и перед народом, начиная с патриарха за пренебрежение проповедью по Слову Божию. И тогда можно будет сказать, откуда видно, что вы приняли проповедь мою, как Слово Божие? Из действий, говорит, ваших. То есть она обнаруживается в делах. В этом и только в этом духовное возрождение русской нации и всей России. Тогда и миряне будут знать Писание и будут защищать истину православной веры. А сегодня эта темная, ненаученная масса так называемых православных тысячами и сотнями тысяч рассекается по самым изуверским сектам. По мнению Златоуста, каждому мирянину необходимо сделаться апологетом христианского учения, чтобы не дать место в постыдному торжеству над ним еретиков и неверных. Если бы вы внимали Писанию, этому духовному оружию, и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, язычниками и еретиками, а напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но так как вы не умеете пользоваться Писанием, то я боюсь за эту борьбу, боюсь, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас. Все ли знают, в жизни апостола Павла было такое однажды, как пишет Димитрий Ростовский, еще дотворец, в житии одной девицы, красавица, ее уже сосватали, а она готовилась к свадьбе, и пришла, и говорил им Павел, а она в окно стояла, снаружи слушала и поверила каждому слову. И у нее какая была мысль первая, выйти за него замуж, за Павла. А его арестовали, она где-то что-то заплатила и туда проникли, и как-то сумела дать его понять, что высказала, жилить на мне. Павел я и объяснил, мне никак нельзя там, он поясняет, откуда Димитрий узнал, сам даже не знаю. Ну, вот такое дело. Ну, примем пока как есть. Он ей разъяснил, не могу я, и прочее, прочее. А жених-то у нее знатый, богатый, он на посту, Павла ополчился, понял, что соперник появился. Он-то на полном серьезе ее теряет. И как ее звать? На букву Ф. Редкая буква. Фертина. Ну? Фрося, да? Нет. Есть фатина, фекла. Еще? Феврония. Ну, я тебе скажу, похоже на русское свекла. Ну, фекла. 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 Я ей сказала фекла. Фекла. Вот это... Дальше она закончится, та же, как и все. Мужченики писали. Где он брал, не знаю, но очень интересная повесть такая. И тот ее преследовал, жених ревнует Павлу. Это вообще ни одной биографии больше такой нету. То есть, если бы Павел был, ну, нормальный человек-то, нормальный, он бы женился, конечно. И красавица, и полюбила Христа, и она ему поверила, ну, больше о чем желать-то можно. Но оказалось, вершина высока не достать. Она не рассмотрела его. Когда он ей все разъяснил, и как это будет мешать его проповеди, он не отверг ее. Просто объяснил. А некоторые исследователи считают, что и женился. Когда Павел говорит, разве мы не имеем власти, имей жену. Когда, говорит, славный, короче, так, у них приятно считать, что Павел был не женатый. Ну, и мы так к этому привыкли. Вот на Западе как вот, люди не понимают никак. Выдают молоденьких девчонок замуж. 12 лет отдали. Сколько тебе лет? 12. А, 12? Вы тебя сосватали. А его 78. И они, да. И там, наконец, люди поднялись, а они вышли туда, она в фату одетая, и он стоит около нее рядом и показывает, все показывает где-то. Там подходит один мусульман, тебе сколько лет? Она 12. Тебе сколько? Сейчас как дам пигмей, так и сдохли здесь. Это на него все. Давай звонить там в редакцию, в полицию. Ну, еще раз смотрите на этом-то. Ну, глядеть надо же, ну, маленько-то. Глядите, еще такое-то. И не один он такой там. Разбирали. И как зашумели, то другое. И тогда показали, что это спектакль был. Они специально передели девчонку, специально мужчину. И тогда пресса обратила внимание и стали смотреть, когда реально в жизни это есть. Ей 12 лет. Что он с ней делал? Она к утру умерла. Загубила, показывает, как она в платочке. Какая красавица девчонка. Деспот какой-то. Что он там с ней делал? Как бил ее там или умерла? Это все в интернете можно узнать. Поэтому то, что мы делаем, выставляем, говорим, людям это пример. Пример, притом большой пример. Сейчас я ухожу, одна пишет, я вам деньги перевела там, пять тысяч. Я говорю, зачем? Вам книги выставить? Не надо книги. Мы все время вас слушаем. Какой вы труд для нас делаете. И мы тут пропадаем, сидим, учимся. Каждый день. Едва успеваем смотреть. Ну, на детей. Готовьте к лету. Будем думать, как... Да. В интернете я давно уже смотрел видеоролик один про одного православного. Он ехал в автобусе, а там комментарий под роликом. Он ехал в автобусе. Ну, и там кто-то из протестантов начали говорить людям о Христе. А он встал, типа, вы не имеете права, я запрещаю там вам. Вот. Они вот что-то разговорились с ним, пригласили его к себе туда, в комнату общежития. И ролик показывает, как они с ним беседуют. Они его местами писания заваливают. Он сидит только Господи помилуй. А главное, у него Библия в руках. Вот, чем интересно-то. У него? Да. То есть, я так понимаю, он понадеялся, у меня были такие моменты, когда я понадеялся на свои знания. И тут мне раз, говорится, какой-нибудь там сектант, протестант, раз и заваливает. То есть, я не знаю, как ему ответить. Как тогда у братьев было, у Игоря Дубунова-то тоже. Так у него было. Они тут все исследовали, как говорят, пошли, а тебе не тот вопрос задали. Тогда, что у них нет ничего. Если ты проповедовать сначала, они могут любой стих писания взять сверху, снизу, и ты должен в конце вывести его туда, куда тебе надо. А они сразу нам это не задавали, в это не подходили. Ну и ясно дело, фиастка. Это на Златоустах слово. Вот такое, брат, дело. Значит, надо знать из ничтожного, извлекать полезное. Я там рассказывал, может помните, рассказ, как одного разбойника поймали во Франции, он много на нем убийств было, макой звать. И к нему нельзя было в камеру зайти так, как оттолкнуть, и все. С степями за комнат, сидел и гремел там, богатырь. И одна же дверь распахнулась, и входит женщина, одетая платье, длинное на ней, все как. Я словилась, он возрелся, и все. Как ты посмела зайти? Размахнулся, так лепешку сделаю. А потом говорит, а я знаю, кто ты такая. Ты дочь губернатора. Ты ходишь с Евангелем, проповедуешь. Вы все лжете. И начал доказывать. Вот говорите, что в Библии все говорится, ну, понимать, ко мне, к каждому относятся. Я вот сейчас открою, где Библию-то. Вы мне докажите, что ко мне, тогда я вам поверю. Она говорит, видите. Ну, в общем, ладно, смотри, где он. Он начал, у него руки дрожат, он с цепями-то все измозолено, снять не может. Он так начал считать, и корочкой откинулся, и первая страница. Объясняй, что это ко мне. Ну, что там написано? Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, ведьма над бездной. Дух Божий носился над водой. Сказал Бог, да будет свет и стал свет. Объясняй, как ко мне это относится? Ну, никак. Она подошла к окну и говорит, у вас вот видите, тут разменута маленечко, щель там есть, и вы видите тюремный дворик. Как вы тоскуете о нем, об этой земле? Земля, это сердце человеческое, вышел сеять и сеять. И стала объяснять. И Дух Божий носился над водой, и вы всеми размышляете, и Дух Божий вас тревожит. Вы не случайно эту страницу открыли. Да я, вы, вы открыли, не я. И стала говорить, как вы жажете этой свободы, и вам никогда ее не будет. Но свобода во Христе и стала ему говорить. Но перед этим он, она ему сказала, почему вы не пригласите сесть? Он говорит, ни один человек, ни стражник, никто не осмелится сесть. Я его сразу размажу. А я ей говорю, ну подвиньтесь, я сяду на тело рядом с ним. И стала свидетельствовать. Это Бог делает. Когда считаешь, что такие моменты, это не просто составленный душесчипательный рассказ, не просто пасторальный роман. Это конкретно в жизни я был много в тюрьме, 17 лет работал, помогал. И скажу, что это так. Это так. Можно сказать, Игна Тихонович. Просто вот у меня такой интересный случай. Позавчера просыпаюсь ночью в 3 часа. У меня мысль, как бы мне проповедовать в женской тюрьме. Я представляю, что я сижу, диктор и вещает там радио. И что я им скажу? Какие слова? И какие сравнения? И вот это, я часа 2 с половиной до самого утра, и у меня все вот этот диалог с ними. Я им рассказываю о Христе. Что это такое? И откуда взялось? Не знаю, почему меня это так тронуло. Приготовься. О снах-то начать рассказывать. Я вижу реально, потому что я в 2 часа уже ночью сижу за компьютером, в 2 часа. Мне надо поставить там все сделать-то. Только прилег маленько. Гляжу, рядом Путин лежит. Я поперек к кровати вот так вот лежу, и он лежит, и головой ко мне сюда. Я сразу же вращал говорить ему о покаянии, о вещи, что слава твоя вся исчезнет, ничего не будет. Он молчит, ничего не говорит. Я думаю, надо было попросить на комбайн, Игорю. Точно. Барабашу на комбайн где-нибудь. Думаю, нет, это не то. Ему стал говорить, не против, все, слушал, слушал, а потом встал и куда-то пошел. А я ему начал говорить и сказал, говорит, у меня приезжал Баварин, здесь, мэр города. А потом думаю, что Баваринам-то я хвалюсь-то, этот президент лежит-то. Если бы я сказал, с Дональдом Трампом было или что-то еще-то, и сам себя там укорил, думаю, зря я бы хвалился-то. Если ниже его чином-то, что это значит-то где-то? И вот так лежу, Володя стоит, я говорю, Володя, ну сделай несколько фотографий, а то тебе буду говорить, не поглядь. А он вот так, Володя, стоит, я говорю, ну сделай маленько, сними-то. А Володя вот так машет, я знаю, батюшка его пугает, батюшка на него цыкнет, ну хватит снимать, и Володя сразу раз, и все. Он еще к кадилам иногда. Да, к кадилам ему помахал. А там кадил, это еще гром и молния у него. Горячий уголь на голову. Ну вот. И он вышел куда-то-то. Я вернулся назад, думаю, надо же, не успел я ему до конца все сказать. Я подхожу к своей кровати, а Путин лежит опять на этом. Ему понравилось, он обошел, вернулся. Но теперь я вижу остальные, которые у него что-то там хотели, его там охрана. То есть я тоже ему только двое. Но тут я ему уже стал рассказывать подробно. И Галва, поперек кровать, вот ноги, наверное, лежат на полу, а мы как-то склонились, вот как у меня кровать, все. А Володя машет, дескать, батюшка не верел, эх ты, я там его упрекнул, да не для тебя. Испугался кого. Снимай скорее, пока мы тут лежим. Чем закончилось? И главное, во сне я ему говорю, я говорю, а знаете, у меня с Жуковым какие были беседы, а потом думаю, да эти вру не было. Внутри. Думаю, я встречался с генерал-полковником, Пьянков Борис, а это совсем другое. Думаю, что это у меня занесло-то, соврал, во сне сам себя укоряет. Это Жуковым. Еще ради, это Жуковым думаю. И во сне я думаю, вот это язык заплелся. Какой же это сон? Почему? Потому что мы о Путине, о Медведеве, о Трампе, о Эрдогене, о Мане Тулееве каждый день молимся. Просим мира, чтобы не было покушения. Вот какой сон-то поучительный-то. А мы вечером молимся, Господи, Ты через сновидение можешь научить нас. Но креста не было, распятия не было, поэтому утверждать на сто процентов нельзя, что это от Бога. Батюшка-то наш его тоже видел Путина. И выходили, потерявки, приехал там, рассматривал, расспрашивал, а потом пошел, когда на улице и говорит, а Игнатий Тихонович как там дела-то идут? Батюшка говорит, да вот все возятся тут, что-то там, Роспотребнадзор или что? Ладно, в следующий раз я к нему заеду, сейчас просто спешу у меня по программе. Вот который раз видит. А что это значит? Один раз снимали съемки, ну это, знаете, Малая Земля, Брежнев-то, писал-то. И вот, как сам снимается, и сзади едет на полуторки на военной, и я сзади стою, и не укоровлив, она дернула, а он на соломку тут, и упал, упал вот так, а я сразу на него сверху упал и поцеловал. Брежнева. У меня сны, так и ни разу не было, чтобы я там покушался на них или еще, но самое задушевное беседу. У нас была Валентина Павла Конева, и картошку-то не убирать, я говорю, что вам приедет, Брежнев убирать будет, что? Она, и приезжал, я говорю, что он приедет, убирать будет, а где он ночевал, да что ему, здоровый такой-то, бросил, лопатежку, у нас пшени, это насыпано, картошка-то, и там мог бы ночевать, и прям так и ночевал на улице, она на полной серьезе все. Лежал на картошке, Брежнев у нас ночевал, в огороде, в Надиному. Она не расслышала, что я говорил, если бы, если бы, если бы, вы знаете, Конева умерла, ладно, пошли, вот я к чему начал, то, что дает нам Господь знать, мы в разных вариациях это видим, при том, дает иногда так, я сейчас тут рассказывать буду, я около меня, будут сидеть сейчас прокурор, судья, и все скажут, заливает, брешет мужик, старик, у меня были такие отношения с начальником краевой милиции, прокуратуры, что я приходил как следователь, а я не следователь, у меня документы, и мне представляли дела уголовные, которые шли, там, под расстрел, тогда еще расстрелали, убийства и прочее, я сидел с делами, смотрел самые сложные какие, и поэтому я говорю, вот это я беру, все, мне их вызывают, отдельный кабинет, я с ними беседую, которые повинны это в этом делать, я взял дело, под которым Миша Никитин попал, его пистолетом убили солдаты, но его пистолет как бы отцов был, и я с ними беседу, и 5 человек шло, троих до суда выпустили, невинные, то есть я доказал, что они абсолютно невиновные в этом деле, трое, его выпустили, однажды я еду, он трамвай остановил, и ко мне бросился, он трамвай водит, ты ко мне бросился, я гляжу, Женя, и так как ты что, да вышел, говорит я, после вашей беседы, там, про корпор, про надзор, и все это прекратили на нас дело, двоих посадили, крепко, говорит, их тряхнули, а это выпустили, Миша в том числе, Никитин, я говорю, и как теперь дальше, ну вот вожу, потом я следующий, месяц прошел, я в тюрьму, кормушка открывается, помогает, я гляжу, мой Женя там сидит, а как ты попал, дурак, опять пошел воровать, и попался, я его вытяжил, Женя, больше там я не буду, никогда, прошло время, видимо, большие были жалобы, или что, и меня оттуда выпроводили, гражданский человек, и чтобы работал как следователь, отдельно приводили, по запросу, ко мне заключенных, я с ними отдельно без контроля беседовать, я мог что бы попало взять, вынести, принести, это доверие абсолютное было, когда сейчас рассказываю, не верит никто, я еще не нашел ни одного человека, который поверил бы в это, а это было в местной тюрьме, 17-1, город Барнауг, почему прокурор края, генерал-лейтенант у меня, в друзьях, начальник милиции мне сказал, к смертникам, приговоренным к расстрелу, ваша нога не ступит, это нижний подвал, в подвале, и там отдельный коридор, отдельно охраняет, и все время офицеры с собаками там ходят где-то, пока я начальник тюрьмы, вы никогда ногой туда не ступите, я пришел, и позвонил прокуратуру края, и говорю, Игорь Федорович, не пускает, он засмеялся, да ладно, завтра приходите, завтра вы пойдете туда, завтра, я пришел, он там ждет на улице, говорит, а уже переговорили, идите вас там ждут, а начальник тюрьмы, полковник там, ваша нога никогда не будет там, и я беседовал там с Масличем, дело которого вел Севастьян, и поэтому я мог сравнивать, он сидел за множество убийств, и когда они сидели, вдвоем их посадили таких же, и тот, который ему говорит, Саша, а вот этого ты убил, зря этого убил, можно было не убивать, этого было достаточно, чтобы он ночью его задушил, ручкой стержень натащил об пол, скрыл грудную клетку, вытащил легкие там сердца, варил в своей кружке в алюминии, и ел сидел, Маслич фамилия, Маслич, фамилия-то какая? Минус, Севастьян его дело вел, я буду рассказывать много вам, и все это я им о Боге, конечно, говорил, интересно рассказывать? А вы говорите как? Бог покажет. Если ничего нету, то и там не вышибешь из крови. А некоторые говорят, ну ладно, я молчу сегодня, но вот Антихрист придет, тогда мы врежем. Что ты врежешь-то? Когда уже все разложилось, одна трухля. А если ты здесь что-то показал, то и там будет. Ян Златовус говорит, если земля не засеяна, приносит старняк обильно, вот крапива у нас по теряйке растет, на этом месте сажаешь, что угодно будет расти, где крапивы заросли. Это железа много там, это очень подородная земля. Но человек бывает такой неумеренный. Я говорю, был более всех моих сверстников неумеренный. Павел говорит, гнал гонитель-то, но и апостол-то получился из него. А если был такой тюхтя, вечером службу пропущу, на занятия не приду, ничего и нету, кусок жиру, из него только мыла варит. Вот и все. Не про тебя, потому что ты приходишь. Вот этот человек Сережа, нас милиция в том месте не пустила, а он копается там в машине-то и собаку выводит. А медистанеру там что-то подсказали, он к нам подшует. А Сережа берет, ну ты собака. Открыл, медистанер говорит, я не на вас. Вот это Сергей. А их же зовут менты, собаки. Как Сергей сразу выбрался, я не на вас, это собака. Вот это вот. Надо быть выдержанным Сережем. Как говорится, не даст собрать. Считай, Сережу. 1 Фессалоникийсам 2,14 Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Толкование. Чтобы кто-нибудь не понял под церквами в Иудее синагог иудейских, то он поэтому прибавил во Христе Иисусе, чтобы яснее показать, что говорится о церквах верующих. Утешение великое. Ибо если иудеи, ревнители отеческого закона, уверовавши однажды, столько претерпели, то сколько более должны вы. Немалое доказательство истины Евангелия в том, что иудеи охотно страдают за то, что прежде сами преследовали. Вот Павел сказал, меня гнала реврея, а вас ваши соплеменники, вот это люди, которые верующие, нас гонят, и скажем, а у нас от своих все сходится. А если ты здесь верующий, и тебя никто не гонит, да как так? Я в это не поверю. А что искусственно вызывать? Не надо. Искусственно. Вот каждый день у меня, нападки на меня каждый день, ну, больше или меньше. Ну, конечно, там отвечать нечего, прямо матерками такими. И при том, причин это никакой нет. А один говорит, там написано, такой-то день, номер два, свадьба, величайне, Виктора с Иоанной. Ну, что-то можно найти. Заходят, одетые как люди, тишина, батюшка выступил, на столах, никак. И он, прилично одетая. Но в тихом, ум, эти все черти живут. Он, на счете, он знает, а ум, то не знает, где он. Думай здесь. Так, ничего я тут плохого не нашел, пойду искать в интернете. То есть, ему черти нужны, а не эти люди. Это вот он отзыв сделал, зачем он забрел, зачем это говорит, но ему, это подкормка нужна. Они, в Библии написано, говорит, если они не сделают зло, уснуть не могут. Уснуть не могут. Я с такими встречался. Парни уже, большой парень, лет, наверное, 13 было. И мать говорит, ничего не могу сделать. Злодей растет. В люльке лежит другой ребенок, он ночью подползет, его щипнет, что он заплахал, тогда спокойно уснет. Уснуть не может, буквально. Я тоже с такой женщиной, она приходила, в окно мне стучала, говорит, Лена, ты прости, я днем прихожу, тебя мучаю, потому что мне, черти по ночам, говорит, не дают, уснуть, покоя не дают, ты иди, делай ей зло. А я, говорит, не сама, я не хочу. Она говорит, ты меня прости. И через день ее убили голову, топором разрубили, но она покаялась, я ее простила, слава богу. У нас одна была в лагере девочка, небольшая совсем, ну прям махонькая, а впереди стоит Серафима Гавриловна, бабушка, ей 90 лет уже нынче есть. И она, она когда поклоняется, а девчонка-то стоит и вот так платят с нее, раз, мы когда стали ее допрашивать, она все-то записана, но родители пока не разрешают поставить, пока там покажется как-то. Я ее спрашиваю, зачем ты это делала? А он мне говорит, сделай так. Я говорю, а кто он? Ну, а он. А ты его видела? Видела. Мы дали ей бумагу, она нарисовала вот такого вот, а сама-то девчонка дошкольного возраста, какая она? Вот так. И она говорит, я не хочу, а он мне говорит, сделай. Она наклоняется, а ты толкни ее вот так, чтобы она упала. И она все передает это. Никакие имена не называйте. Вот это реально. И мы это все сказали, потому что там их родня была. И она все это... Мы не где-то... Он изгоняет столько больше. При родителях даже спрашивали, как. Конечно, тревожная обстановка. Но сказать, что девчонка это придумывает, очень трудно. Вот она с одной девчонкой распорила, а такая же маленькая, а та-то большая. И она ей сделала зло. Какое-то встало обуваться где обуви. Она высчитала, какая ее обувь. Взяла эту обувь ее и пошла туда, где у нас кухня есть. И там даже крапива под большой башей. И она туда засунула, никогда не найти было бы где-то. А зачем ты сделала? Это надо было, как ты залезла? Мы это все снимали. Покажи, как ты взяла, как ты дошла. Там вот такой вот барьер высокий. Она по нему карабкалась, залезла туда, чтобы крапиву забросить, чтобы то сделать зло. Ты знаешь, да? Вот так. Значит, надо молиться. А с чем это связано? Не знаю. Я знаю, только молиться надо. Мне не открыто, кто виноват, он или родители. Что ребенок такой? Не знаю. Баба виновата такая? Не знаю. Но ребенок, это для меня сделался еще даже милее, когда он стал слушать. Когда он заболел. Я буквально истаивал из-за него. Сейчас хорошие отношения. Считать дальше. 1 Фессалоникий, 2 глава, 15 стих. Которые убили и Господа, и Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Толкование. И что удивительного в том, что они оскорбляли своих соплеменников, когда они и Господа убили. Смотри, какое утешение быть общником Христу страдания. Поэтому и Павел всегда в искушениях указывает это. Но скажет кто-нибудь, что они Господа не узнали. Что же, разве они не узнали собственных пророков, книги, которых они носят повсюду? Как же они убили и их? Отсюда очевидно, что они ничего не делают, как ревнители истины, но скорее неистовствуя против истины. И нас изгнали, апостолов, учителей ваших. Поэтому вам, ученикам, должно все переносить, имея перед глазами эти примеры. Ибо как могли угодить тому, чего сына они убили, а прежде еще убили и пророков? 1 Фессланкистам 2.16 «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Наполняют или дополняют? Дополняют. Наполняют. Мы сейчас насчитываем это трехтомник, три тома. Все три тома насчитываем, Никита считает, и каждое утро мы насчитываем два ролика по полчаса. У нас получается второй том уже полностью мы насчитали. Второй том полностью, от корки до корки. Из первого тома мы еще раньше начали Матфея Евангелие насчитанное, а осталась Марка Лукьяна. И сейчас идем по третьему тому. Начинается третий том «Сколосян», мы сейчас уже идем в первую Тимопею. И откровение насчитали только на 34-й странице, и у нас уже... То есть мы думаем, мы еще закончим. Трехтомник, толкование, и каждый... Да. Видео, видео, видно, как мы насчитываем. Видео и слова. И при том, на экране идет этот текст. И комментарии, все там, да? Все здесь. И кроме того, еще дополнительные комментарии дают. Это мы каждый день выставляем. Вот сейчас я отдаю, допустим, и каждый день выставляем по одному ролику дополнительно. А всего каждый день выставляю шесть роликов. Шесть. Отдельно события дня. Там вопросы-ответы. Материал очень-очень богатый. Вчера ко мне зашли, они потеряевки были. Люди хорошие прямо. Могут переехать даже. И говорит, мы каждый день слушаем, но не успеваем все слушать. А где тут успеем? Я посмотрел ролики, шесть роликов, четыре с половиной часа надо слушать. Ну где время наберешься столько? А мы набираем. Рано утром, и среди дня бывают, и даже среди ночи. Материалы огромные. Вот это, вот следующую неделю, в воскресенье, у нас будет здесь о сайте говорить. Так что приготовьте материалы какие. Я вам расскажу, начиная с книг. Каждую книгу придется тебе заснять. Полное дадим объем. Очень стильный материал будет. Я как-то в Алтайскую правду пришел, а там фотографы, Волобоев Александр Павлович и Каспришин Андрей Николаевич. Это очень сильные фотографы. Вот. Называется заслуженный деятель искусства. Из фотографов только два человека в Алтайском крае удостоят. Один из них Каспришин. Оба в Потеряевку ездили, я в Алобоев в Потеряевку ездил. Так, 25, 26, уже 27 лет ездил. 27 лет. Это хроника целая. Ну, фотоаппарат, конечно, тогда был. Я говорю, а у Каспришина сайт? Он говорит, какой сайт? Что вы говорите? Я говорю, он сказал, да нет, это к алтайской правде. Он прислонился и там маленький уголок, да, что он поставит на сайт-то? Ну, действительно, а что ты поставишь, если ничего нету? У нас на сайте столько, 50 книг аудио. Аудио. Там беседы, фильмы, там не выскажешь сколько, тысячи фотографий, 4 тысячи ответов. Это сайт, а форум, это уже по тематике. Люди могут выступать, говорить. Вот у нас YouTube, 6,5 тысяч роликов. Тысяч. Ролик, это фильм. Самый настоящий фильм. Короткометражный или большой, материалов очень много, и вызывает все время споры. Вот, самолет разбился. Нигде я не встретил то, что есть у нас. Я пишу, самолет упал, разбился, заголовок. Как это выглядит во свете Библии? И далее я все показываю. Заборовали храм, икону украли. Как это во свете Библии? Во свете Библии? Интересно нам. И люди уже спрашивают, а что это такое? А вы во свете Библии могли бы вот это охарактеризовать, показать, там выставляют? Это уже вошло в оборот. Во свете Библии. Ты слышал о гимн нашему сайту? Как он поет там, голос такой. Гимн написал один человек. Гимн нашему сайту. Его надо, Сережа, как-то переписать, сюда в собрание привезти. Как это сделать? А слова чьи? Может по телефону? Ты же приносил тогда свой. По телефону может? Напиши, послушай. А слова чьи? Слова чьи? Ну, которые слушали мы. Меня сломал. Вот сюда, чтобы люди мы собрали на следующий день. Никит, принесешь? Слова ваши? Слова этого гимна. Что? Компьютер сюда? Слова чьи? Гимна. Ну, мой диск. Слова написал. Написал слова. А слова написать? Ну, Адаш, это что? Вы петь будете что-ли? Кто написал? Кто автор гимна? Кто? Мочалин Владимир. Там написано. Ой, ну хорошо. И главное, нашли они где-то какого-то в каком-то городе артиста, который не просто поет, он с душой поет. Стоит это. Ну, слышал кто-то знал. Да, хорошо. С душой. И видно, что голос поставлен, артист настоящий. И слова хорошие. Как сюда написать? Где приборчик-то ваш? А? Приборчик делаешь. Ну, ее, в кармане лежит. Да зачем он не нужен-то? Только времени потянет. Так, ты вот еще, без приборчика, скажи, как сделать, чтобы здесь ему общий студать, послушать? Ну, на ноутбук скачать и... Ну, кто это скачает? Никита сказал, принесет на следующий раз. Никита, ты можешь сделать, чтобы... Да у него там не слышно, колонок-то нету. Ну, да, колонки такие. Колонки у Надежды Васильевны взять. Ну, там отключишь, не подключишь. Надо, чтобы слышно было. Он поет таким голосом, чтобы весь зал наполнил. Экран устанавливает. Как у Виктора, Савченко. Куда надо... Да, сюда-то уж могли бы брать, это принести-то. Монитор. Я думал раньше, вот как на магнитофон. Записать и все на магнитофоне проиграть. Там все, оно все аудио. Ну, да, можно. На катушечной. Магнитофон есть у кого-то, это, кассетный? У меня катушечных два, могу привезти завтра. Катушечный? Да, варь. Это чем он нужен? Как зачем? Кассетный. Так все выбросили кассетный. Я уже поубраться, на меня утрирую. Ну, ко мне зайдите и перепишите. А эти катушечные, куда их деть-то? Я не знаю пока. Ко мне все лезут, да куда я их буду ставить-то? Ну, у меня они мешают. Их, говорят, можно продать. Жалко выбрасывать, но может все повернуть еще назад. Музей, а что-то маленький. А вот интересно, если бы советская власть была, что бы делали с мобильными телефонами? В Северной Корее сейчас, у них там чуть не смертная казнь, у кого телефон есть, дай телефон. Никому не звону. Железный занавес-то как? А все фиксируется. Никаких компьютеров, ничего нет. В Северной Корее. Это вот специально остались такие места, чтобы показали, что вас ждало. Будьте благодарны Богу, что был Горбачев. Раскрепостил анекдот на кухне. Можно рассказывать и не бояться ничего. Но на телефон нельзя убить. Под страхом казни. И как они христиан преследуют. А вы помните, как мы вас уговаривали купить телефон-то? Вы противились? Какой? Оденьте эту штуку. Да он и не купил. Оденьте штуку эту вашу. Люди деньги тратили. А вы тут на деньги. Экономите. Куда мы его возьмем? Так слышу. Я это надеваю, когда далекое, и нельзя сказать. А вы рядом. Я скажу, вы маленько повысите тему свою. Я был в Германии, там собрались бабушки с санхомиаппаратом. Все додой заявили. Как только стали слушать, слух стал хуже. То есть он ослабевает, все кончилось. Эти заклепки там уши вставят, вообще ничего не слышат. Куда еще хуже спрашивают. Я совершенно нормально разговаривал по телефону. Я вот сейчас простыл, кашел, сморкался и еще хуже стал слышать. Все, пошел. Первая Фессалоникийцам, вторая глава 17 стих. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. Толкование. Здесь апостол говорит о любви. Выше он сказал, как отец детей в 11 стихе и как кормилица в стих 7. А здесь, быв разлучены в славянском тексте осиротевшие, что свойственно детям, ищущим родителей. Это для того, чтобы мы поняли из этого, как он сильно любил их. но в то же время намекает и на печаль, в которой он находился по причине разлуки. И нельзя сказать, говорит, чтобы мы оставались в разлуке долгое время. Напротив, сравнительно короткое и малое, так что можно считать почти за один час. И притом не сердцем, говорит, мы разлучены были, а лицом. Но и нося вас постоянно в сердце, мы испытываем скорбь, что лишены возможности видеть вас телесно. Заметьте то, что у сильно любящих есть потребность лично видеть любимых, отчего их любовь еще более усиливается. Больше всего заботился видеть оставленных на короткое время. Обрати внимание на любовь. Не для чего-нибудь другого, говорит, желаю прибыть, как для того, чтобы видеть ваше лицо. Слово ненавидеть, то есть нежелание видеть, а любить желание увидеть. То есть как бы вот это вот. Ну, что, дальше? Первый Фессалоникийцам, вторая глава, восемнадцатый стих. И потому мы я Павел и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. толкование. Что ты говоришь? Сатана возбраняет именно так, ибо это не было делом Божием. В послании к римлянам говорит, что Бог воспрепятствовал. Об этом читаем в первой главе тринадцатый стих и в пятнадцатой главе двадцатой стих. И Лука говорит, что Дух с большой буквой воспрепятствовал им деяние шестнадцать шесть. И в послании к коринфянам говорит, что это было дело Духа. Духа с большой буквой. Это второе послание. Первая глава двадцатый стих коринфянам. Здесь же просто, что это дело сатаны, который наводит сильные и внезапные искушения, конечно, по попущению Божию. Смотри, как он гордится своей любовью, показывая, что он любил их больше всех, почему и говорит, я Павел, то есть, хотя и другие со мной желали прийти к вам, но я даже не решался. Вопрос. Я немножко вот поясню слова, у меня был такой случай в жизни, я приехал к своей тетке родной, там на Урале, когда я еще жил, и начал с ней беседовать, а мне надо было ехать домой уже. Ну, я думаю, для пользы лучше, конечно, бы остаться, но меня там тоже ждали. Думаю, как мне поступить, как бы в сомнении было, остаться, чтобы с теткой побеседовать, еще я свидетельствовал о Христе, по Библии рассказывал. Вот. В то же время идти, думаю, мог это разрешить этот вопрос, сомнения свои. Ну, и вышел из дома, иду, а там через железную дорогу переходить. И что-то только я подхожу, уже там надо было пройти по железной дороге и свернуть. Иду я резко из поворота, поезд выскакивает. Я еле успел сбежать по родку с туда, и все понял, это мне знак. То есть, пошел обратно, и там долго беседовал с теткой, там ночевал, и на утро потом уже только уехал домой. Вот так я для себя решил вопрос, что именно Господь мне указал, как мне надо было поступить в этом сомнении моем. Считаю, что это от Бога у меня был ответ. Да кто все-таки препятствует, сатана или Бог? Сатана по похвещению Божию. Значит, Бог препятствует, а сатана это как ангел, служитель его, он не подчиняется Богу. Я как-то с женщиной одной беседовал, она благодарила, она раньше всегда думала, что Бог это ну вот отдельно, а сатана отдельно. А потом, когда узнала, что сатана во власти, то есть, Бог либо попустит сатане, либо не попустит, как он и его, говорит, идеи только души его не трогают, то есть, все под контролем. А она этого не знала, потом, когда я ей объяснил, у нее как озарение такое, она думала, что две равнозначные силы борются, добро и зло. Бог и дьявол. А когда узнала, что до этого, ты говоришь, Бог препятствовал, а Бог препятствовал, а тут сатана, да как? А тут толкователь говорит, что сатана по попущению Божьему, то есть, на самом деле, Бог препятствовал, а сатану использовал, как свое орудие. Правильно я понимаю? Но нигде не поминает, что люди препятствия, люди, конкретно, перегорели дорогу, не пропускают, а при чем тут сатана? Сегодня так, скажи, вот когда голосовали за Евдокимова, то они уже, когда хватились, эти, за Сурикова-то, за коммуниста были-то, но они думали, какой-то сатирик приехал, на чем тут, с кем бороться-то, своих никого нету, а они тут развили такую компанию, так они на машине ездили, а гидбригада, так они милицию подговорили, чтобы останавливали, не пропускали машину, в Новоалтасске пропускают, блокировали, ну местная власть-то, они уже с властями-то, ну а тут, видимо, звонок, сказали убрать дороги, играйте по-честному, без дураков, ну и потеряли они все, они когда хватились, забегали, уже было поздно, никто же не думал, что его изберут-то, вообще, с чего его, и пришелец какой-то, менять будут всю команду, это в своем прайде львы, если видят лев, а у него семья, три львицы, львята, молодые играют, а лев идет здоровый, молодой, он на этого бросает и победил его, он сразу убивает всех львят до одного, чтобы семья было только его, и вот эти точно так же, приходят сразу правительство, все, Трамп сейчас там шерстит этих своих, выбрасывает отношения с Украиной, другое будет везде, вчера только трех государствам, он запретил, чтобы приезжали граждане, и в ответ тоже самое, они говорят, а мы ваших не будем пускать, да наши к вам и не ездят, напугали, то есть он делает такое, что те не делали, но надо молиться, чтобы Бог его сохранил, его сравнивают, кто слышал, между Абрамом Кеннеди, которых обоих убили, президентов Америки, ему с первого дня говорят, что интересно, когда была инаугурация, это воцарение его, и ролик стоит, 7 часов 40 минут, один ролик, 7 часов 40 минут, такие ролики система не пропускает, а его везде пропускает, видимо заплатили или дали, и показывает народу тьма тьмущая, отовсюду, и он там среди народа, и народ-то рядом стоит, к нему спускаются, тут некоторые там охранники, видно, стоят, и какой-то стоит плащей, еще он там шабурится, сразу раз на него долго смотрят, не видишь, что не опасно, переводят на другого, много везде этих глазков, наружу наблюдения-то, ну и вот, когда инаугурация была у Путина, он едет по Москве, и мотоциклисты, ни одного человека, ни на тротуарах, ни одной машины, ни в одном окне, нигде никого нету, мертвая зона, я легенда, когда показывают, в Нью-Йорке никого не осталось, вот примеры так, ни одного человека нигде нету, так это официально выпущено, Совет, это Российская Федерация, и вот он как едет, и только в Кремле призванные были, почему так, опасность больше ему, я ни на чем не настаиваю, но сравнение-то нельзя не сделать, а он там среди всех, его все видят, пальцем девчонки там показывают, вон он стоит этот, Дональд, Дональд, говорите, какой аналог русского имени? Даниилу нет, говорят, Дмитрий, Дмитрий, ну у нас какое имя на него похоже? Дмитрий, Дмитрий нет, нет, Дональд, ну допустим, Джеймс, Джеймс, это Яков, Джон, это Иван, это есть, Евангелие написано, Господь он за жену, это ясно дело, ну а тут, как его, Даниил, Денис, у него сын барон, вот они как захотели, так назвали, да еще, ну барон или баран, там это, а мы гадаем тут, на кого он похож, ну все равно, не, чтобы понятно было, здесь русский, у евреев называли так, как есть, у сын барон, вот как, вот представь, у нее нет детей, она молится, она плачет, и Бог дает, и она называет, выпрошенного Бога, соответствует, а по-русски сам уил, шамер по-русски, шамер, вот так, а у нас называют, у русских, то вообще никак, одни Ивана, Володя и Игорь, у нас четыре, штеса, и четыре все Игоря, один Севастян там, ну он тоже, Севастян, Эдуард, сейчас, все на армию, восемь минут, еще восемь минут, первое, все, не оброзусь, Игнатих, вопрос такой, вот, сатана воспротивился, а Господь попускает, чтобы, вот именно сатана воспротивился, то, что метод у сатаны, противление совсем другой, чем, допустим, Бог запретил, почему он сатана не попускает, запрещает, вот сейчас ты поехал куда-то, у тебя колесо спустило, он сатана не дал, ты куда-то хотел поехать, сейчас где-то, а в это время тебя остановило, полиция, колесо прокармливают, ну, старый штраф, ты не заплатил, а там тебе уже много, задержали тебя, и мало, как это, оттащивал, в каталажке, да вот сидит, его забрали, да он сидел там, ну, правда, накормили его там, не били, подсаживали разных, к нему там, бомжей, вот он сидит, машина-то не там поставил, кажется, у подъезда, я знаю, тут все, знаешь, по роликам, ну, и вот кто помогал, а он куда-то собирался, там, приехал, Татьяне помогал, Новика, сатана воспрепятствовал, можем сказать, а какой сатана, ты не на том месте машину поставил, деньги вовремя не заплатил, или заплатил, а там не отметил, при чем тут сатана, сатана, видите, мы реальную картину, вот эту, воображаем, видимыми плоскими глазами, вот тут надо смотреть дальше, сатана это, или мое недоразумение, и сказать, сатана, это слишком определенно, а если это я в обиду скажу, что сатана, вот я спал, а она открыла дверь, я простыл, сатана воспрепятствовал, ты что меня за сатану считаешь, развожусь, вот твои тряпки, отдай мою куклу, но еще, лучше не говорить, и сказать, помешал мне тот-то, прозрительность надо иметь, а где ее взять, ну тогда по тексту и получается, что если господь попускает сатане, значит на тот момент его действия, вот именно нужны там колесо прокололи, или еще что-нибудь, а когда именно человек, вот штрафы, там Бог попускает, ДПС ником остановить его, и они его проверяют, может быть тут так вот, можно пустить, но это можно одним словом сказать, промысел Божий, дуэм слава вернее, промысел Божий, то есть разным методом тебя останавливать, уже Бог решает, либо он попускает человеку, либо теми методами, на которые дьявол привык действовать, то есть в его правилах действовать, какими-то там каверзными методами, препятствовать делу, так наверное, ну заканчивай себе же, ну что, 5 минут, еще 5 минут, 5 минут, так, скажите, вот вы на следующем воскресенье, у нас будет день сайта, что-то можете принести, рассказать о своей работе, какую роль сыграл наш сайт, форум, видеоканал, мой мир, для тебя, тем более у меня страница большая ВКонтакте, открытый живой журнал, Фейсбуке, мне она открывали, везде, модератор работает, вот когда, года 2 назад, вот здесь вот, мы стояли, фотографировались, кто участвует в разработке и прочее, мы стояли здесь 11 или 12 человек, сегодня я бы обязательно включил Сергея Козлова, посмотри, как он сделал, меня отшил, я замучился с роботами, я сижу столько времени, не уничтожаю, ничего не могу сделать, я удаляю, а онлайн новое лезвие, тут же, синенькие, и при том выставляют всякую гадость, зачем, кто, не знаю, и вдруг он их убрал, дай бог, чтобы дальше продержалось так, то есть еще, теперь еще был племянник, он сейчас работает, спасает, еще один, уже у нас 13 человек было, 14, кто-то временно, кто-то спонсирует, отпускает деньги, покупает, продляет, ну все, давай, вылезем из стола, где же моя охрана, это же не робот, а вирус, наверное, был, роботы, роботы, никакого вируса, где-то совершенно, ни на чем не вреди, просто они регистрируются, и я их вижу, а потом вдруг они срываются, начинают ставить материалы, прямо зарегистрированы, но всегда так, какой, страна какая, Москва, штат какой, Нью-Йорк, просто так вот перекидывают, то есть всякую, ну совершенно не суразису пишут, и как правило, женщина не одна под этим, роботы все мужчины, а в возрасте 25, там до 35 лет, кажется, указывает, как они, ну а где вы искать-то, когда у них ничего нет, ну кто-то бы нашел, кто у меня здесь, они, они один одеваются, да? Ну позвать ее, Паля, позвольте, Алла, давай, где моя команда? Пусть одетые будут. Когда ребятишки из лагеря уедут, а я выйду, где купаются, на пирсе-то, а волны идут, и так это темные волны идут, а я стою, смотрю, да где же мои ширшики, да никого-то нету, да все разъехались, да я один на ветру стою, где они? Ушли они, все, их ждет отец. Отец ждет, ну все тогда, давайте. зашел бы. Достойно и всякого истину, блажей Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Терувин, и славнейшую без сравнения с Терафим, без истления Бога снова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Да, Тихоич, молись. Любящий наш Отец Небесный, мы по Твоим покровам собрались здесь, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Ты позволил открыть вечное слово Твое, Святую Библию, Ты научал нас, Ты предупреждал нас, наставлял, слава Тебе, если в чем мы погрешили, прости нас, Владыка, и сохрани место сие. Благослови всех слушателей, кто будет это смотреть, положи им на сердце искать Тебя, ибо время пришествия Твоего приближается, научи нас сходить в страхе Твоем, и во всем видеть благодейщее десниство Твое, прославляя Тебя за все, что Ты допускаешь до нас, слава Тебе, хвала Тебя, Отец, Сын, и Святой Дух, Аминь. Отец наш Небесный, прими нашу молитву и деяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши нашу молитву и соедини ее с молитвами всех, кто молится о нас во благо нам, и исполни их прошения. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай голос Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Смера Божия. Слава Божию. Спасибо, Христос. Я отправилась в Редмилы. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.